Ну было бы лучше, если был бы проход на ту сторону, чтобы дальше не идти, дальше транспорт движется, а здесь чисто пешеход. Пешеходный мост через реку Сочи закрыт с декабря прошлого года. Он соединяет улицы Конституции и Егорово. А удобный подземный переход ведет напрямую в парк Ривьера. Это значительно облегчало движение пешеходов в одном из самых многолюдных мест курорта. Теперь, чтобы перейти реку, приходится прогуляться. Ближайшие обходные маршруты – это Большой Ривьерский мост и мост в районе Кубанского кольца. 150 метров в одну сторону и 750 в другую. Сочинцы раздосадованы, причем не расстоянием, а сроками так называемого обследования. Я очень разозлился по поводу данного заграждения. Я здесь, в принципе, редко хожу, но я хотел перейти на ту сторону и удивился, потому что он закрыт. Мне это очень неудобно. Я очень сильно разозлился и раздражаюсь из этого в данный момент времени. Мы ехали на самокатах сейчас. Вынуждены были поставить самокат, хотели на самокате через мост проехать. Не смогли этого сделать, к сожалению. Тоже расстроились. Нам так неудобно. Вот нам надо подняться вот так, если на море. А как вот на море летом ходить нам? Мы по прямой пошли и на море. А я не знаю сейчас как. Остановка здесь. Приходится большой делать круг, чтобы вот перейти на ту сторону. Очень долго. И главное, что ничего не делается при этом. Когда оно будет делаться? Скоро сезон открывается. На информационной табличке о сроках завершения обследования нет ни слова. Откроет ли мост к началу летнего сезона – неизвестно. Как сообщили в дирекции заказчика центрального района, там пока ждут итогового заключения экспертов. В четвертом квартале прошлого года было проведено обследование мостового сооружения, визуальное обследование, в результате которого было выявлено, что мост имеет деформации и дефекты. То есть мост пребывал и пребывает в настоящее время в аварийном состоянии. В настоящее время проводится обследование моста дополнительное на основании договора с экспертной организацией уже по полной детализации всех дефектов моста, после которого будет принято решение по дальнейшей эксплуатации мостового сооружения. К концу апреля станет известно, подлежит мост капитальному ремонту или же будет снесен. Напомним, Малый Ривьерский мост был построен в 1963 году. Срок его эксплуатации до 70 лет. Предварительными причинами разрушения названы естественные факторы окружающей среды. Юлия Хрусталькова, Дмитрий Петрий. Время новостей.